Мы приехали в отель Макс Роя. Отель расположен в Пивеек, 5 звезд. Заходим в лобби отеля. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, здесь подождите, сейчас позовем. Рецепшн отеля. Напоминаю, это отель Макс Роя. Один из самых дорогих отелей Турции. Сейчас мы находимся в лобби отеля. Уровень посетителей отеля достаточно высокий. Мы видим, что в лобби находится бар, где представлен алкоголь импортного производства. Скажу также, что отель премиум класса. В основном здесь магазины, текстиль, кожа, золото. Бриллианты. Впереди у нас главный ресторан. Налево, пожалуйста. Это у вас своя кондитерская, да? Да, пару минуточек как раз уделю этому месту. Здесь у нас своя кондитерская. Здесь гости могут попробовать макарони, турецкая пахлава, вафлочек вкусно делают, мороженое, сорбет. Также, если гости желают, они могут это здесь приобрести. Здесь бар, который работает 24 часа, J-лаунч. И впереди у нас Royal Horse Lunch. Там проходит анимация. Ой, простите, пожалуйста. Ветспи, Молин, Руш. Каждый день программы разные. Все это высылаем в WhatsApp. Пойдемте, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, походу задавайте. Мы сейчас идем на территорию, да? Да, мы прогуляемся по территории. Полчаса нам вполне хватит, чтобы основное все увидеть. Пробка. В этой части у нас находится кальянный уголок. Начинается сервис с 18.00. Кальян платный, да? Да, кальян платный. А на скольких языках у вас общается персонал? Английский, русский, турецкий, французский, арабский, немецкий. То есть у нас персонал практически на всех языках общается. Польский, молдавский, румынский. Все есть. И опять же на камеру... Ну, официально пять языков. То есть английский, немецкий, русский, турецкий и французский. И на камеру задам вопрос. Мужчины у вас селят? Мужчин селят, конечно. Что бывают такие ситуации, когда именно... Ну, во многих отелях, да, в Турции есть такая концепция, что они селят. Здесь у нас находится мальдивский бассейн. Он больше сделан для декора. Ну, и им могут пользоваться в основном гости вилл. Но гостям другим мы это не говорим. Мы просто говорим, что он для декора больше используется. Здесь находится шесть мальдивских вилл. А если гости увидели, что, например, другие купаются? А там, в принципе, купаться невозможно. Там сорок сантиметров. У нас достаточно много других бассейнов. Это, я так понимаю, зона ресторана, да, у вас? Да, это главный ресторан. Есть как снаружи, так и внутри. И то, что удобно. Есть детский уголок. То есть во время работы ресторана, завтрак, обед, ужин. Детки могут оставаться с аниматорами. Но это только во время работы ресторана. Отель у вас работает по системе ультра, да? Ультра, да. Со скольки, до скольки работают бары на территории отеля? Есть бар, который мы сейчас видели на минус втором этаже, Аджей Лаунч. 24 часа работает. Некоторые другие бары, у них разное время работы. То есть у нас вообще всего 18 баров. Здесь что у вас? Да, уделю внимание этой звании. О, у нас там половина еще осталась. Что они догонят? У нас там все дадите контактирую свою визитку или куда? У нас 66 ассистентов. Ленин, все звали. Да. А какая заполняемость сейчас на данный момент в отеле? 95%. Майские праздники было очень хорошо. Уважаемые гости, это зона а-ля карт ресторанов Азуркорт. Три бесплатных а-ля карт ресторана без резервации. Рыбный, турецкий, итальянский. Меню у них смежное, то есть они могут съесть в турецком и заказывать из рыбного и из итальянского. Работает с 12.30 до 16.00 и с 19.00 до 22.00. На этой сцене у нас проходит анимация, это ТОДЭС, приезжают различные акробаты со всего мира. То есть каждый день программа разная, концепция только у нас она особенная. Работает только летом, то есть зимний период это находится у нас внутри анимационной программы. Вы работаете круглогодично, да? Да, конечно. Ну зимой заполняемость примерно 80%. И в основном и европейцы проезжают. Скажи, а сколько на территории бассейна? Что еще раз? Бассейна сколько? 9. 9. 9, угу. Пожалуйста, главный бассейн с этой стороны и детский бассейн. С этой стороны находится главный бассейн и также детский бассейн отеля. Подскажите еще, пожалуйста, может есть у отеля какие-то фишки, которых нет у других отелей? Так, ну во-первых, это концепция ассистентов, то есть здесь индивидуальный подход гостям. Мы каждый день присылаем программу, с ними общаемся, то есть все их пожелания мы уже в личной программе себя записываем. И если они приезжают повторно, то есть уже другой ассистент будет знать, что гости желают, проблемные, непроблемные, грубо говоря. То есть знает уже как к ним подходить. Это наш еще один бар, Танжерин Бич. Проведемте, пожалуйста, внутрь, я покажу вам, что там находится. Здесь в этом также проходят анимационные программы, гаваны вечеринки, Харли Дэвидсен, акробатические шоу. Здесь гости собираются, пожалуйста, сцена наша. Каждый день программы разные. Вот, пожалуйста, бар у нас, да, также есть фреш-бар. Пожалуйста. Ребят. Я прошу прощения, отвлекаюсь с новоцами. Нет, ничего страшного. Мы понимаем, это работа. Вы нами так уделили свое время. То есть это идет такая лаунж-зона, да, я так понимаю? И дальше идут шезлонги у моря. Да, здесь, пожалуйста, шезлонги есть как на газоне, так и на пляже, на песке. Здесь у нас проходят соревнования, сегодня, например, будет соревнование Survivor, где волейбойная площадка. То есть это по типу нашего последний герой. Заход в море у вас песчано-галечный, да? Песчано-галечный, да. Камней как таковой в воде нет. Ну, вы знаете, жалоб не было. Не было. Ну, может быть, у кого-то есть вообще нежная кожа, и попался камень. А вот вижу, на пирсе стоят бунгало. Какая цена бунгало? Да, бунгало за дополученную плату 190 евро. За бунгало, да? Сервис начинается с 10 до 18.00. У них есть свой дворецкий, мини-бар. И то есть они заходят в бунгало, а у них уже есть какой-то презент, верно? То есть там шампанское, фрукты. Шампанское, луиродеро у них в концепции. Ну, дальше уже не пойдем. Вот здесь проходит волейбол, соревнования. Вот такой вот пляж у отеля. Пляж песчано-галечный, вода прозрачная. Я бы хотела на два дня. А вот вижу, гости играют в бильярд. Бильярд у вас бесплатный, да? Бесплатный, да. Вообще, что платно? То есть два ля-карта распоряжаются. Платно два ля-карта ресторана. Это японский стейкхаус. 20 евро для взрослого. До шести лет бесплатно. С шести до двенадцати, десять евро. А скажите, на чем тебе анимации с Адам и Еву не мешают? Вы знаете, к сожалению, есть такой момент, да. То есть в основном, да, те номера, которые смотрят на Адам и Еву. Поступали жалобы, да? Управы, к сожалению, никакой нет. Потому что, да, по закону до десяти часов вообще можно музыку. Ну, в туристических зонах, да, совершенно иная ситуация. Ну, просто имейте в виду, да, то есть мы, конечно, то есть если гость жалуется, мы стараемся поменять ему номер, либо какой-то комплимент от отеля, да. Может, гость захочет посетить Адам и Еву? Может быть, да, реклама такая же. Нам сюда, пожалуйста. Да, конечно. То есть вы заранее, конечно, не обещаете, что им дадут удобный номер, ну, просто имейте в виду, что если пожилые люди, то, скорее всего, они, либо с детьми, будут жаловаться на номера, которые всегда мы ели. А здесь у нас бар с лепешками с 11 до 16 работы. То есть они прямо тут же раскатывают. Это турецкий биодлимейс с зеленью, с мясом и сыром. Слышала тут без длимейс? Здравствуйте. Ты-ка, Женька, рассказала. Скажите, прямо-то в большинстве своем оттаскивании или просто состоятельные люди? У нас, смотрите, активная анимация для детей. Смотрите, для детей вообще есть Макси Лэ, то есть там все по категориям возрастным, с годика до трех, они должны остаться с родителями обязательно. После четырех уже родителя... Да, сейчас здесь фруктовый бар у нас. Он бесплатный, да? Фрукты бесплатные. Смотрите, для детей, потому что у нас очень много семей приезжает с детьми. Макси Лэнд, им нужно будет сделать регистрацию, и детки могут оставаться там, то есть на них вешается специальный бейджик. Если, например, родители указывают, что ребенку нельзя выходить за территорию Макси Лэнда, бейджик срабатывает, то есть сигнализация, его сразу ловят. Плавный бассейн. До двух часов ночи работает Макси Лэнда, поэтому это очень удобно. Да, конечно, кормят, анимация, русскоязычные аниматоры, камеры, да. То есть есть камеры, и родители могут в любое время в номере увидеть, чем занимаются их ребенка. По камере, к сожалению, они не могут увидеть, но уже нам предложили такой вариант, мы работали над этим, то есть чтобы по телефону сразу они могли смотреть за детками. Да, просто это очень удобная функция такая. Ну, в любом случае, они могут по WhatsApp написать Макси Лэнда, как мой ребенок. Они ответят, да, сразу? Здесь бич-бар у нас также проходит вечерние сеты, диджей, салон. Также программа меняется. То есть вечером так более активно, да, на территории работают? Да, вечером активно, конечно, то есть для детей есть, для взрослых есть, есть для, ну, совсем может быть, престарелых, кто хочет отдохнуть. У нас комната, библиотека, там, игры, шахматы, кто вообще хочет от шума отдохнуть. А можно я сниму бассейн? Главный бассейн отеля. Ну, комментировать не буду, вы понимаете, да, что отель принимает гостей на достаточно высоком уровне, и к каждому гостю есть индивидуальный подход. Так, с левой стороны кабаны, павильоны, хижины, их по-разному называют. Как я уже говорила, у них свой дворецкий, они за отдельную плату. 180 евро, да? 190 евро. 190 евро. Ну, цены, можете не говорить им заранее. Да, не, ну, конечно, да. Знаете, я думаю, те, кто едут отдыхать в этот отель, им цену не то, что не стоит говорить, они просто ценой не интересуются. По-разному бывает. Да, бывает возвращаются. Некоторые там с черной картой, там в виллах, которые, ну, хожу в какую-то... А что значит черная карта? Это накопительная система, то есть, ну, цену нам обычно отдел резервации не говорит. В зависимости от того, сколько гость потратил на отдых. Им дается карта, например, серебряная первая, потом золотая, платиновая, черная, и это скидка уже на партные услуги в отеле. То есть, черная считается самой солидной картой, да? Это, я понимаю, спортзал. Слева у нас спортивная академия, здесь проходят тоже каждые разные программы. Гумба, пилатус, платьюга. Белотуры у нас проводятся, но на них нужна запись. То есть, на некоторые занятия нужна запись, там определенное количество человек. Но у гостя мы все равно каждый день высылаем информацию, напоминаем им, то есть, они здесь полностью... То есть, получается, вы им с утра высылаете информацию и люди себе, как бы, располагают свое время, да? Да, конечно. И понимают, чем они могут заняться. Да, с 8 до 24.00 с утра мы им присылаем информацию. Максиленд, анимационные программы. У нас также, кстати, еще флешмобы здесь проводятся. Девочки на коньках, танцы, то есть, это так резко все. И иногда бывает раз в неделю, но смотрение барменов, коктейли, ананасы, кокосы, дыни. Но не каждый день и не всегда, то есть, тоже как флешмоб. Здесь наш бассейн с подогреваемой морской водой. Вода не соленая, потому что многие пробуют, проверяют. Она просто фильтруется, да, ну, вода морская, подогреваемая. И один подогреваемый у нас в спа-зоне, большой и детский. Просто детский. А вот бывают у вас конфликтные клиенты? Конечно. Конечно, да. Ну, дело в том, что здесь вот чем отличается, в принципе, концепция Макс Рояля? То, что многие отели, турфирмы, да, если гости недовольны, мы напишем отзыв, ну, напишешь, напишешь, да. Ну да, то есть, проще решить проблему сразу в отеле, да? Да, у нас любые варианты предлагаются, главное, чтобы гость уехал довольный. То есть, действительно, здесь руководство над этим очень сильно работает. и у нас повышенное внимание к TripAdvisor, чтобы гости писали положительные отзывы, поэтому во время отдыха мы делаем все. То есть, мы стараемся, вот как психологи, читать, что не нравится, выплатить, может быть, он молчит, стесняется, да, там не может сказать. Мы стараемся подходить индивидуально. А вот, ваш отель считает, сеть отелей Рикса со своими конкурентами? Ну, я вам так хочу сказать, что на данный момент на TripAdvisor тройку держит Рикса Слэнсов Леджинс, наш отель и Реклум, ну, как бы там, так, прыгает. То есть, вы, можно сказать, равны, да? Просто это уже зависимость от того, что ближе клиенту к душе, да, как говорится? Да, то есть, конечно же, сложно создать продукт, которым, да, всем угодить. что всем угодить. Это именно вот этот бассейн мальдивский, Да, мальдивский бассейн, ну, как я говорила, здесь, да, можно здесь, встать? Мальдивский бассейн, мальдивская вода. Также хочу сказать, что если, например, молодожены или день рождения, им отправляем в номер шарики, потом розами все это украшаем. Для молодожен у нас есть следующая концепция, то есть, один раз бесплатно завтрак в номер, один раз вечерний ужин на берегу моря, ну, не ужин, там как бы фрукты, орешки. Перекус такой, Да, и вы им еще не говорите, но просто это как сюрприз, мы делаем халатики с их именами. Круто, То есть, они этот халат могут потом забрать с собой? Конечно, да, мы, ну, когда они приезжают, мы спрашиваем, может быть, они хотят какие-то ласковые имена друг друга написать, не имена фамилии. То есть, если они ничего не говорят, мы же просто с именем отправляем, Ну, это приятно, да. приятный сюрприз. Если гость заболел, также мы им отправляем где-то сетап, то есть, чтобы он поправлялся, открытку, с теплыми словами, фрукты, то есть, а, также еще, кстати, главный момент, гости с детьми, то есть, мамы могут написать рецепт специальный, слой, мы даем это шефу и вот все по их рецепту скажут. Подскажите, борщ, суп с фрикадельками, то есть, все, что в голову придет. Детское баночное питание. Есть, да. да? А какой фирмы, не подскажите? Хип. Хип, да. Как, если хотите, можем в главный ресторан зайти. Да, если можно посмотреть. Угу. Кондитерское отель Моцелла. просто невероятное. И, конечно же, мои любимые печенье макароны. Вот он. Поднимемся на минус первый, быстренько пройдем и в номер пройдем. Угу. Вкусно, молодцы, ребята. Спасибо. Ну, тяжело, да, вот только целый день на телефоне быть? Ну, вы знаете... со временем, наверное, привыкаете, да, уже? Так, смотрите, например, ну, максимум 20-25 комнат на двух ассистентов, то есть, скажем, там, 2-3 комнаты проблемные, на которых ты половину времени убиваешь. Акцентируете больше внимания, Да, конечно. Иногда бывает спокойно, иногда вот все беготня, ну, по-разному. спа-центр отеля Макс Ройл. Взрослые детства и также витамин-бар. Ну, только заходить сюда не из-за, только в шапочку. подогреваемый бассейн и также есть сауна, это входит в костерку в сплатные дополнительные услуги, массаж, косметические процедуры за дополнительную плату с алисой. Bye! Паритмарфовский салон. Так, давайте на минус первый поднимемся. Можно, в принципе, кешочек, можно... Давайте, может, пройдемся, если это следующий этаж, то... буквально, да. Да, давайте пройдемся. Здесь у нас фитнес-зал, пожалуйста, фитнес-зал, пожалуйста, фитнес-зал, бесплатный, только дополнительные услуги и такие, как да, например, это за дополнительные услуги. Пройдется, пока, в калайдетсу. Японский ресторан отеля Max Royal. Платный а-ля-карта ресторан, нужна резервация. Здесь у нас два зона для приятных шоу, то есть то, что холодно, что не собирают, И здесь в этой зоне уже можно выбирать деньги. Мы зашли в фри-зону отеля Max Royal. Смотрите, фри-зон это зона, где гости могут отдохнуть, пока мне дадут номер, либо у кого поздний выезд. У кого поздний выезд, мы всегда стараемся предоставлять номер максимально, то есть без дополнительной платы. Если номера, к сожалению, нет, они могут здесь отдохнуть, принять дождь, также есть сейф, могут оставить вещи сейфа. если у людей поздний выезд, вы не срезаете браслет? А у них нет браслета. Мы их всех знаем в лицо. Если номер готов, ассистент пишет, что ваш номер готов. Два ассистента. Ну, один утром, другой вечером. То есть, грубо говоря, они переступили порог отеля, и все. Они уже гости полноценные до тех пор, пока дадут номер, то есть мы ими занимаемся. Да, к сожалению, бывает иногда, что после двух часов дается номер, особенно сезон, но всегда на стараемся идти на встречу. У нас там дальше конференц-залы, но я думаю, это не особо интересно, просто имейте в виду. Здесь гости встречаются с отельными гидами. Только у вас есть у нас. Так, вон ваша группа, да, вторая идет. Так, ну, мне вообще ваш предводитель сказал, что у вас полчаса, поэтому пойдемте в номер посмотрим. С левой стороны у нас находится мороженое знаметой марки Новый Интек. Но открыта она летом. Маркет, где могут приобрести вещи первой необходимости. Так, мы сейчас с вами поедем еще хотел сказать в Шоколадье-бар, где находится около 30 видов бельгийского шоколада, также макарония, тортики. Вашего производства? Да. Гости также могут приобрести. поиграть гольф именно в игру. У них должен быть хандикап. Профессиональный гольфистер не знает, что это такое. Есть у нас индивидуальные уроки гольфа, соответственно, за дополнительную плату, и также есть 30-минутные уроки групповые. бесплатные или платные? Платные, 15 евро. Сейчас мы смотрим номер Roof Family City. Ванная комната номера. Есть фен. Косметика БТ-Габинета. Душ. Ванная есть палаты. Так вот выглядит нормальная комната. В номере есть бесплатный сейф, бесплатный мини-бар, также есть бесплатный чайный набор. Сейчас мы посмотрим. Вот так. сейчас посмотрим вторую ванную комнату в номере. Она идентична первой. Также есть банные халаты. И мы сразу видим саму комнату. Если при уборке номера вам не понравился запах, как пахнет в комнате, вы можете выбрать любой из перечисленных запахов и использовать его как освежитель воздуха. С номера открывается вид на море, на бассейне отеля и у вас на балконе есть собственный джакузи. Вот такой вид с номера. Сразу вам скажу, что вид просто нереальный в прямом и переносном смысле этого слова. Да, вы видели, да, территорию. Нет, что ты сказал? Пынь. Понимай. Ну, что это? И сейчас посмотрим вторую комнату номера. Вот так вот выглядит вторая комната номера. Мы с нее начинали. И также у нас есть возможность заменить запах комнаты. открывается еще с одного балкона также видно территорию отеля и на море. И собственный джакузи. Такое большое зеркало при входе в номер. что это блок рядом с главным зданием. Многие гости думают, что это блок на отшибе находится, то есть далеко придется ходить. Здесь сразу переход через улицу, через фонтан и также по рукаву на минус первом этаже. Особенно этот блок очень удобный для детей, для семей с детьми. То есть там уже рядом аксилет находится, там аквапарк в пешей доступности, потому что обычно от ресепшена на баге ездит и он тихий. То есть для семейных пар это вот даже если не для семейных пар просто иметь в виду, что он не на отшибе, он рядом здесь через рукав. Горки есть как для взрослых, так и для детей. спасатели везде. Спасибо. Субтитры